Рассказ «Русский характер» Это история о том, как главный герой пережил тяжелое ранение на войне, смог преодолеть себя, свои страхи и комплексы и вернуться к нормальной жизни. Настоящую поддержку, любовь и заботу он нашел у близких, не отвернувшихся от него в тяжелую минуту. «Русский характер» Для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере. «Русский характер» «Поди-ка опиши его, рассказывать ли о героических подвигах, но их столько, что растеряешься, которые предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой истории из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный колхозник из Приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и с размерным сложением и красотой. Бывало заглядишься, когда он вылезает из башни танка. Бог войны. Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем слаженных пудрей. Утирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога. И остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже. Но и те, у кого ядро с изъяном тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой Егор Древов и до войны был строгого поведения. Чрезвычайно уважал и любил мать Марию Поликарповну и отца своего Егора Егоровича. Отец мой человек степенный. Первое, он себя уважает. Ты, говорит сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь. Но русским званием гордись.